Николай Георгиевич Гарин Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Харбин, 16 июня Продолжение разговора с Тихоном Михеевичем Но какие же производства здесь возможны? Легче ответить на обратный вопрос. Какие невозможны? Ведь здесь никаких пошлин, акцизов. Сахарное дело, табачные фабрики, винокурение, пивоваренные заводы, маслобойные, мукомольные, стеклянные, железоделательные заводы. Все, что хотите, и на все громадный будет спрос и благоприятнейшие в мире условия. Почти по всем этим отраслям я частью сам, частью с помощью других кое-что выяснил. Например, железные изделия. Гвозди здесь из местного железа, кустарным образом добываемого. Такие же, какие у нас в новгородской губернии лет 30 назад делались. Еще хуже, пожалуй. Пуд – 12 рублей. Предприятие, на первых порах обеспечивающее верных 100, 200, 300 процентов. Никуда не годная китайская лопата. Мотыга – 80 копеек, рубль. И всего этого теперь единственный поставщик – железная дорога. Каким образом? Крадут. Особенно подкладки. Оттянет конец. Готова мотыга. Болты ему не нужны, болты целы. Чеховский мужик. Гайки нагрузила. Вот-вот. Стеклянный, например, завод. Ведь все эти бумажные окна, двери, китаец, зарабатывая от нас сотни миллионов, уже заменяет стеклом. Самый примитивный стеклянный завод – и опять миллионы готовы. Табак? Очень высокого качества табак здесь местный. Устройте фабрики, и трудолюбивый китаец разведет вам громаднейшие плантации. Раз только будет сбыт. А китайцы же курят. Сахарное дело. Свеклу садили, и получились прекрасные результаты. Немного южнее. Это наше Киевское, Харьковское губернии. Пивоваренное дело. Здесь один пивовар был у меня рядчиком. Как-то разговорился с ним и узнал, что он по специальности пивовар. Начал свое дело с трех тысяч. И теперь весь его завод больше тридцати не стоит. В день продает восемь тысяч бутылок пива. Стоит ему пиво две-три копейки. Стекло три-четыре. Итог пять-семь копеек. Продает оптом по двадцать копеек. Считайте, по десять копеек остается восемьсот рублей в день. Триста тысяч в год чистого дохода. Зашел как-то к нему, спрашиваю. Ну, теперь поменяйтесь с чем бы то ни было положением здесь. Смеется. Ни с кем не поменяюсь. Впрочем, теперь уезжать хочет. На днях призывали и за что-то выругали. Как китайцы говорят, лицо потерял. Обиделся и хочет ликвидировать дело. Но до конца войны все-таки останется. Возьмите винокуренное дело. Гонят здесь отвратительную водку. Ханшин. Примитивным способом. Немного только улучшить. И громаднейший сбыт обеспечен. Без акциза. Мукомольное дело. Маслобойное, например. Масса масличных посевов. Этими сжимами китайцы выжимают 4-5 фунтов спуда. Вместо 10-12. Опять громаднейшее дело. Да за что не возьмитесь. А сельское хозяйство? Огородное у нас в Имяньпо. Станция на восточной ветке. Куда завтра поедем? Верст. Полтора ста отсюда. Является ко мне несколько лет тому назад так. Невзрачный господинчик. Позвольте огород разводить. Мы тогда решили было на восточной ветке больших отчуждений не делать. И я посоветовал ему вступить в соглашение с китайцами. Продавать чужестранцу землю китайцы не могут. Но могут сдать в аренду на 99 лет. С правом возобновить потом на тот же срок. На тех же условиях. Условия ничтожные. 10-20 рублей за десятину прекраснейшей земли на весь срок аренды. Кое-кто и сделал так. Один мелкий рядчик, франк, за несколько тысяч успел снять участок, примыкающий к дороге. 25 верст длиной и 12 шириной. То есть более 30 тысяч десятин. Лесу там половина. Дрова продает по 10 рублей теперь. Наполовину строевой вырубит лес. А руби хоть весь, получит несколько миллионов. А пришел без гроша, заработал несколько тысяч. А теперь разве нельзя того же сделать? Видите, теперь дорога переменила свое решение. Она хочет и на восточном участке отчудить полосу верст в 25. Но теперь уже время упущено. Китайцы поняли, что стоит земля. Да и в другом отношении время уже не то. Прежде каждая наша просьба была равносильно приказанием. А теперь надо ждать, чем кончится война. Да, так вот, огородник. Можете себе представить, довел дело до сотни десятин. Явилась у нас всевозможная зелень. Несколько лет и сам греб громадные деньги. И мы все благоденствовали. Вдруг в прошлом году, весной, перед самым посевом объявляют ему. Не сметь сеть, пока эту землю не отчудим под дорогу. Ждал, ждал. Лето прошло. Вот другое. Прежде все это действительно быстро делалось. А теперь китайцы тянут, выжидают. Что ж с огородником? Не знаю. Потеряли его из виду. Из Имяньпо уехал. Вот тоже приезжали в Имяньпо устроить пивоваренный завод. Мельницу. Крупчатку на реке. Еще несколько предприятий хотели было. Но вот все разбивается вопрос, чья земля? Дорога подала заявление. Но всякое поступающее заявление грозит остаться без последствий. Никто и не решается входить в сделку с китайцами. Да теперь и другие порядки пошли. Централизация. Все уже от Харбина зависит. А Харбин теперь все больше и больше от Петербурга. Тихон Михеевич замолчал, задумался и опять заговорил. Возьмите, например, сухую перегонку дерева. Скипидар. Потребность громадная. И ни одного заводчика. Сушилки. Хлеб здесь сырой. Размол трудный. Мука скоро портится. Интендантство предлагает по пяти копеек спуда за сушку. Сено. Китайцы его совсем здесь не знали. Нужно заготовить 10 миллионов пудов его в этом году. Монгольские степи к вашим услугам. Почти даром. Но рабочих рук нет. Китайцы косить не умеют. Если же будут срезать своими ножами, то это только потеря времени. Выписывать из России косцов? Или выписать все на косилке? Грабли? Тигр? Степь, как ладонь. Китайцы приспособятся быстро. До всяких машин на небольшие охотники. Пуд такого сена в заготовке с доставкой на станцию 10 копеек. А по 20 у вас с руками оторвут. Тихон Михеевич смотрит на часы. Вот для первого знакомства, как я заговорил у вас, 12 ночи. Спать пора. Завтра когда едем? Решаем в 7 утра. Вот я с какой к вам просьбой. Здесь мы составили маленькое общество. Так, в помощь раненым. Решили обеспечить Харбин свежим молоком. Выдали субсидию здесь одному надежному. Он закупит коров. Пока срок и обязательство по договору поставлять по 10 копеек за бутылку. Я говорил как-то со здешними отрядами. Да вот теперь уезжаю. Делал много. Не знаю, когда вернусь. Не переговорите ли вы со Стаховичем? Я обещаю, и мы расходимся. Постойте, господа. Новая телеграмма получена. Вот тебе и на. Долинский перевал взят японцами. Взят? Дорога на Хайчен открыта. Всего ведь 50 верст. Успеет ли командующий отступить от Дашичао? Целый ряд самых мрачных предположений. И мы все сидели еще часа два, сосредоточенные, напряженные. Степан Николаевич на спичках раскладывает. Это армия Куроки, Оку или Нодзу. Это Штакельберг, граф Келлер, Мищенко, войска командующего. И теперь Куроки вот что делает. И красные спички, изображающие Куроки, ползут под рукой Степана Николаевича всей массой вокруг наших войск. А Степан Николаевич, красный, откинувшись, смотрит сквозь очки на всех нас, подавленных и удрученных. Какой контраст с нашим вчерашним подъемом, когда вечером в вагоне под впечатлением выхода нашего флота в море мы говорили о близком поражении японцев, о способах переправы в Японию и о мире в Токио. От Харбина до Пограничной и обратно 16 июня Продолжение В 7 часов утра мы трогаемся со станции Харбин. Все парадные вагоны отданы дорогой под жилье военному начальству. Железнодорожное же начальство ездит в так называемых строительных вагонах, переделанных из товарных. Верхняя половина задней стены вагона вырезана, и вместо нее устроены окна. Мы сидели на стульях у этих окон, и перед нами весь путь. Небо покрыто тучами. Недавно шел дождь. Пойдет, вероятно, еще. Воздух ароматен и сыр, и зелень ярко сверкает в брызгах. Это июнь. Месяц гроз. Роста хлебов у нас. Месяц, когда аромат черемухи, сирени, а под конец и липы пьянит воздух. И нет тогда слов, чтобы выразить всю прелесть переживаемого мгновения. Пока кругом только трава до ряды построек военного ведомства. Это еще один Харбин. Пока три я видел. Новый Харбин, старый Харбин и пристань. Военный Харбин. Много выстроенных зданий, много еще строится. Спешно, судорожно. Несмотря на семидесятиверстную скорость, поезд плавно, с особым шипением колес в такт, с неимоверной быстротой уносит вас от новых и новых картинок. Гроза. Сочные темные тучи. Одна ниже других и вот-вот польет из нее. А кругом перелески. Зеленая трава, красные цветы мака, лилий, лиловые петушки. В окно пахнет вдруг аромат цветущей сирени. Мы несемся лесом, и запах грибов, свежесрубленного дерева, потянуло дымом и мирной картиной. А там теперь, на юге, обходное движение. Может быть, в это время уже идет сражение. Смерть. Стоны. Может быть, даже и здесь, за поворотом, разболченный рельс, уничтоженный мостик, толпа ждущих хунхузов, наконец, случайный разлив. Случай. Но вся жизнь в той форме, как она наладилась у современных людей, разве не сплошной случай? И разве не приходится постоянно повторять? И здесь, особенно часто, зачем он жил? Зачем страдал? Здесь, в этой резиденции случая, знаменем которого окрашена вся эта жизнь, на линию всего от виска. И прямо в весу. И кто на линию от виска? Кто напрямой? И какой вывод? Мое? Только это мгновение, только сегодня, только съеденный обед. Обо всем остальном не стоит и думать, и думать, и гадать. Чем дальше, тем больше лесов. Поезд за поездом везут лесной материал, доски, бревна, дрова. Непривычный глаз удивляет то обстоятельство, что год тому назад срубленное дерево все еще в коре. Здесь только с кедра надо сейчас же снимать кожу, а то в месяц черви съедят. А бархат, например, если раньше года снимете с него кожу, весь растрескается и никуда не будет годен. Все это горьким опытом на практике постигнуто. Но никакого жилья. И когда этот лес срубится, здесь будет пустыня. Это цивилизация. Кое-что расчистится под пашню, кое-где опять лес пойдет. Но в общем условия для дальнейшей культуры очень неблагоприятны. Дождливый, например, период здесь начался 15 мая. В этом отношении этот год напоминает 900-й. И такой же разлив реки, не пугайте, ради бога. Да вот уже есть телеграммы с юга о дождях и размывах. Ба-бам-ба. Что ж тогда японцы будут делать? И разговор незаметно, как всегда и везде здесь возвращается все к тому же. На столе опять спички, армии Куроки, Нодзу, Артурская и Владивостокская эскадры. И не устаем говорить все о том же. И никогда не додоедает. Это здесь везде, да вероятно, и по всей России теперь так. А вот и станция и поселок Имяньпо. Ему особенно повезло по части любви, душевных мук и страданий. В мягком пасмурном дне он уютно выглядит со своими домиками-коттеджами, выглядывающими из зелени своих садов. Сестры милосердия в чистых, изящно сшитых платьях, в корсетах, пограничники, раненые. Мы обедаем на веранде у Тихона Михеевича, едим свежепросоленные по-малороссийски и с чесноком огурцы, слушаем новости дня здешних мест. Слушает и маленький медвежонок, взобравшийся на перекладину. Слушает грустный, потому что его сегодня за что-то побили. Новости, очевидно, очень интересные. И хозяйка спокойна, что для меня все это только тарабарская грамота. Но за дорогу я уже настолько в курсе дела, что все отлично понимаю. И я улыбался, и в то же время от всей души жаль всех тех, кому так дорого приходится расплачиваться за то, в чем, может быть, и неволен человек. Придет, может быть, другое время, и многое изменится. Мое понятие о собственности в отношениях мужчины и женщины и вытекающие отсюда рабство, неуважение, неинтерес уступят место иному. Тогда и измен не будет. А пока надо ехать дальше, и мы благодарим, прощаемся, и уже из отходящего погона еще раз раскланиваемся с остающимися. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Продолжение следует...